МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашии продолжает информационный выпуск программы Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. С просьбой к руководителю региона глава Чувашии Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объединение на благо пациентов. Республиканский эндокринологический диспансер вошел в состав госпиталя ветеранов войн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник песни, труда и спорта. Жители Чебоксарского района отметили национальный праздник Акатуй. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике продолжается актуализация кадастровой стоимости различных объектов капитального строительства и земельных участков. Какая разница между прошлыми и нынешними цифрами обсудили на еженедельном совещании главы регионов и правительства Чувашии? Принципиальное отличие кадастровой кампании этого года в том, что она проводится не оценочными организациями, как было прежде, а специальными госучреждениями. В нашей республике это Чуваш-техинвентаризация. Напомним, 1 марта этого года президент России поручил уточнить механизмы расчета налога, а также определить кадастровую стоимость недвижимости, которая не должна превышать реальную рыночную. Надо отметить, что по сравнению с 2012 годом в Чувашии заметно выросло количество оцениваемых земельных участков и объектов капитального строительства. В 2019 году планируется сразу серьезная оценка. Это касательно двух туров оценки объектов капитального строительства. Это почти 765 тысяч объектов. И земель промышленности и нового специального назначения почти 136 тысяч объектов. Эти туры мы проходили, но актуализация в этом году показала, что и по первому туру по объектам капитального строительства почти 158 тысяч объектов стало больше, чем в предыдущем туре, хотя последняя актуализация оксов у нас касалась в 2012 году. И почти 9 тысяч больше стало земель промышленности и нового специального назначения на территории Чувашской республики. Министр юстиции и имущественных отношений отметила, в республике пошли по пути исправления, а не оспаривания собственникам результатов кадастровой стоимости. На первом этапе владельцы подавали декларации о характеристиках своих объектов недвижимости. Их внесут в фонд данных. Второй этап пройдет с июля по август 2018 года, и в это время собственники дополнительно смогут направить в Чуваш-техо-инвентаризацию замечания по своим объектам через МФЦ, лично, почтовым отправлением, с использованием сети интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг. На совещании обсудили вопросы, связанные с увеличением пенсионного возраста в России. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поручил всем ведомствам провести разъяснительную кампанию и максимально полно и четко ответить на вопросы работающих. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. С просьбой напрямую к главе сегодня Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. К руководителю региона обратились пять человек. Жителей города Козловка волнует вопрос, когда и в их больнице появится колонна-фиброскоп. Этот аппарат необходим для диагностики. Глава региона отметил, что колонна-фиброскоп в Козловке появится уже в этом году. Необходимая сумма заложена в плане модернизации районной больницы. 1 миллион 120 тысяч рублей по предварительным расчетным данным стоит это оборудование. В этом году практически поставка будет осуществлена. В этом году решится и вопрос жителей деревни Ипшики Вурнарского района. Они обратились к главе региона с просьбой отремонтировать спортзал в местной школе. У нас там очень много спортсменов, которые участвуют даже на российском уровне. Безопасное колесо, занимают передовые места. Стремление есть полностью модернизировать, отремонтировать данный спортзал и на это найти средства. На приеме у главы региона удалось сдвинуть с места вопрос ремонта Шумерлинского дворца культуры «Восход» и освещения участка трассы в деревне Сетракосы. Местные жители делегировали на встречу с Михаилом Игнатьевым, преподавателя школы и многодетного отца Родиона Григорьева. Мужчина говорит, что беспокоится о безопасности своих учеников. По этой улице находится школа, детский садик. Заходит трасса Аликово-Воснодемянск. Освещение. Очень нужна освещение. За время работы общественной приемной Дмитрия Медведева сюда обратились десятки тысяч человек. Личные встречи помогают решить большинство озвученных проблем. Решение вопросов, озвученных сегодня, глава региона поручил не откладывать в долгий ящик. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика. В Чебоксарах уделяют особое внимание питанию детей и подростков. Во сколько обойдется родителям хороший детский аппетит, об этом в сюжете. Товарищи, минутку, внимание. Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется. Ура! В Чебоксарском детском саду номер 78 отмени завтрака бы не порадовались. На прошлой неделе наша съемочная группа убедилась. С аппетитом там все в порядке. Больше нравятся котлеты. Я не знаю, что такие вкусные. Эти самые котлетки по нормам Санпина должны весить от 80 до 120 граммов. И в чебоксарских детских садах их вес близок к минимальному. На большие котлеты денег не хватает. Стоимость питания в садах не повышали с 2014 года. Например, стоимость мяса говяди с 2014 года увеличилась на 169%, урога на 211%. А в такой ситуации вынужденной мерой является применение минимального порода массы порций блюд. Чтобы порции стали больше, а меню разнообразнее, суточную стоимость питания предполагается увеличить на 23 рубля 80 копеек. То есть довести до 115 рублей. В месяц получится чуть меньше 2,5 тысяч. Что касается школ, то там повышение стоимости завтраков и обедов будет зависеть от возраста учеников. Чем старше дети, тем больше нагрузка и, соответственно, порции и калорийность питания. Более 9 тысяч детей пользуются льготами, выделяются средства из бюджета. Это дети из малых и мучших семей, это дети сироды, дети с ограниченными возможностями. Для тех, кому нужна помощь, мы любое бюджет оказываем. Но должны понимать, что повышение стоимости неизбежно. Администрация города провела масштабный опрос среди более чем 33 тысяч родителей. Он показал, что они за полноценное сбалансированное питание даже при изменении цены. Окончательное решение городские власти должны принять на этой неделе. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Республиканский эндокринологический диспансер вошел в состав госпиталя ветеранов войн. И вот уже практически месяц принимает своих пациентов на новом месте. Мои коллеги посмотрели на преимущество такого объединения. Стационар на первом и поликлиника на третьем этаже. Эндокринологический диспансер теперь как отделение большого госпиталя ветеранов войн. Переехали без потерь. Все врачи, оборудование и, конечно, пациенты. Я лежу в пятый день. Первый раз мы находимся в госпитале. Здесь мне очень нравится. Здесь просторные палаты, много воздуха, света, за окном лес, благоустроенная территория. Здесь организовано хорошее диетическое питание, своя кухня. Особенно удивляет, как всегда, чуткое отношение персонала, высокий профессионализм врачей и медсестер. Я очень доволен. Здесь созданы все условия для того, чтобы поправить здоровье и набраться сил. Ни один пациент во время переезда не пропустил свою запись на прием или диагностическое обследование. Число койко-мест тоже сохранилось. В стационаре эндокринологического отделения одновременно могут лечиться 34 пациента. А в поликлинике эндокринологи начали принимать даже в две смены – 500 пациентов в сутки. Пациенты, которые приходят к нам, им тоже нравится. Мы поняли же, 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 мы поняли же. Для пациентов на самом деле условия лучше. Чем именно лучше? Например, практически все палаты двухместные. Как говорят пациенты, питание лучше намного. И у нас, у врачей появились дополнительные возможности обследования. Мы можем при необходимости провести фиброгазфоскопию, рентгеновские исследования. УЗИ сердца здесь же можно провести. Больше стало профильных специалистов. Невропатологи, хирурги, уролог, кардиолог принимают пациентов в этом же здании. В прежнем эндокринологам приходилось направлять людей на консультации в другие больницы. В госпитале есть и реанимационное отделение. Мы получили большую, достаточно компактную больницу с необходимым набором специалистов. В первую очередь это для больных эндокринного профиля. Больные эндокринного профиля являются пациентами, которые имеются с множественными осложнений. Это состояние сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Все специалисты представлены в нашей клинике. Для каждого врача, который хочет развиваться, расширение службы и расширение возможности себя реализовать всегда является положительной стороной нашей работы. В ближайшее время в госпитале ветеранов войн возобновится и прием детского эндокринолога. Сейчас здесь готовят кабинет для маленьких пациентов и получают документы. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Экологическая безопасность регионов, раздельный сбор отходов, борьба с несанкционированными свалками. Эти темы стали главными на межрегиональной экологической конференции Приволжского федерального округа. Общественные экологические инспекторы Республики подвели итоги своей работы. О результатах рассказали на межрегиональной экологической конференции Приволжского федерального округа. И ребятам есть чем гордиться. 26 рейдов за 4 месяца, более 40 обращений жителей. И как итог, 27 свалок ликвидировано. Имеем часто дело с выбросами отдельными. То есть, например, к нам обращаются зачастую жители, жалуются на запах дыма и задумывание. Особенно в Новорюжном районе, это было особенно зимой, весной. Опять-таки, есть примеры негативного воздействия в муниципальных образованиях. Это и нерешенные вопросы зачастую с несанкционированными свалками. Это и деятельность различных вредных производств, которые не всегда бывают рекоментированы должным образом. Это и загрязнение водоемов, атмосферного воздуха, почвы. Пишутся письма сначала в муниципальные образования, так как они ответственны за экологическое состояние у тебя на местах. И затем, если уже они по каким-то причинам не включаются в процесс, то тогда уже письма пишутся в контролирующие надзорные органы. То есть, Минприроды, Родохранная прокуратура подключается, Росприроднадзор и так далее. Но стараемся все-таки до этого не доводить, чтобы на местах эти проблемы решались. То есть, в тесном контакте, в первую очередь, с местными органами власти. Вот такое видео прислали экологическим инспекторам в начале июня. Черный дым в районе авторынка беспокоил чебоксарцев. Запах гари чувствовали даже жители нового города. И подобные вопросы приходят в приемную общественных экологических инспекторов довольно часто. По каждому из них идет работа. Ребята стараются решить проблемы, опираясь в том числе и на опыт соседних республик. Прорычные примеры все-таки есть. Здесь хочется особо отметить республику Татарстан, где уже существует и действует корпус экоинспекторов. Ну и сейчас в Чувашии, также благодаря усеям проекта и партнеров проекта, корпус общественных инспекторов получил свое развитие и будет продолжать свою деятельность в дальнейшем для улучшения экологической безопасности региона. Проект «Общественный экоконтроль» это не только рейды по полигонам и выявление несанкционированных свалок, но и встреча со школьниками, студентами, руководителями предприятий. Своими докладами на конференции выступили и представители других городов. Рассказали о проектах, которые реализуются в их регионах. У нас существует даже, я бы сказала, очень много отдельных экологических организаций, которые так и называются, например, «Защита птиц России», существует «Зеленый мир». Все вы, наверное, знаете, что Нижегородская область – это достаточно промышленная область, где очень много городов с промышленными предприятиями. Постоянно происходит загрязнение атмосферы, водных ресурсов, почвы. И мне бы хотелось у себя в городе тоже реализовать такой проект, узнать о нем побольше. Экологических экоспекторов, которые выявляют несанкционированные свалки, проводят экологические мероприятия. Если честно, то, говорите о Чувашской республике, то здесь достаточно много проводится экологических мероприятий, как я узнала и услышала. И, наверное, прежде всего это, с моей точки зрения, экологическое сознание, воспитание, в плане того, чтобы мы как-то боролись с предприятиями, которые выбрасывают атмосферу и воздух, мы не в силах. А вот такие мелкие мероприятия, которые действительно зависят от нас – это мусор, это очистка берегов рек, это мы все в силах, и мы можем даже этим самым защитить нашу планету. Экологические проблемы невозможно решить одним проектом, поэтому была разработана комплексная программа. Ребята и в дальнейшем будут ее придерживаться. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Очередь за Чебоксарским районом. В минувшие выходные жители муниципалитета отметили Акатуй – самый почитаемый праздник в республике. Местные аграрии потрудились достойно и заложили основу для большого урожая. Акатуй в Кугесях отмечают с размахом. Сюда, на главную площадь поселка, съехались все местные коллективы. На сцене красочная постановка, которую посвятили. Ста семидесятилетию со дня рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева. Кемьеря Лайпаса Устра, кемьевыхалок Тереги, подшалок Тереги. Каждый год участвуем в этом году. Очень нравится мне, очень хорошо готовится у нас в сельске поселение. И люди нормальные, очень хорошие, и пенсионеры, и молодежь. Отправиться на экскурсию по селам муниципалитета гости могли прямо на площади. В импровизированных подворьях выставка народных мастеров и дегустация национальных блюд. На стадионе за медали и кубки сражались футболисты, волейболисты и борцы. Нашлось и немало смельчаков, которые решились принять участие в старинных состязаниях. Давай, давай, давай! Молодец! Давай, молодец! Чемпионам пассивной страды вручали госнаграды. Среди лучших свыше 40 человек. Уже четвертый год работаю в колхозе «Прогресс». Не езжая даже в Москву или в Нижегородскую область, можно заработать 20-30 тысяч денег. По большему таких предприятий. Вот эта благодарность дает стимул, работать лучше, стараться получше. Глава республики отметил, что хозяйства муниципалитета развиваются динамично. Аграрии вводят в оборот залежные земли, увеличивают площади овощей и картофеля. Сейчас в районе реализуются 5 инвестиционных проектов. До конца года должны открыться новые животноводческие комплексы и инновационные теплицы. Поддержку в благоустройстве сел продолжает оказывать правительство региона. В ближайшее время здесь планируют приступить к рекультивации муниципальной свалки. Мы оказывали огромную государственную поддержку района. Я оказываю. 938,8 миллиона рублей вы получаете с республиканского уровня. Участвуйте в разных государственных программах. Надо сделать максимально все для того, чтобы, применяя современные инновационные технологии, собрать весь этот ружай. К празднику в Кугесях открыли и новую дорогу. Полутора километровый участок отремонтировали по федеральной программе. Сколько сюда вложили? 1,2 километра. 7,5 миллиона. Сколько? 7,5. 7,5? Качество дорожного полотна оценили юные велосипедисты, а затем и спортсмены на лыжероллерах. Нареканий к работе подрядчиков не последовало. Дмитрий Ковалев, Олеся Русакова и Андрей Спиридонов. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова